Всем привет! И сегодня я расскажу, как я в детстве наступил в каравию лепёшку. Самое страшное было в том, что я был в новых кроссовках, которые мама мне только что подарила. Между прочим, это был оригинальный Адидас, который я купил на рынке. Точнее, мама мне купила. Но Анзорчик сказал, что они оригинал. Александр Парафин говорит, что Анзорчик мне наврал. Но Аленчик Чемурудня сказала, что Александр сам похож на Анзорчика. И это он меня обманул. Так, суть в чём? Я приехал в деревню в новых охренительных кроссовках. Мне мама заранее сказала, не надевай гулять, не надевай. А я такой, ну как бы нихуя себе. Беру, надеваю свои новые кроссовки от Адидас. И пошёл по селу гулять. Подхожу к озеру, к плотине. Не заметил. И наступил в коровью лепёшку. И между прочим, я не думал о том, что фу, воняет или ещё что-то. Я понял, что я пизды от мамы получил. Так вот, я в слезах и с синяками вылетаю из дома. От меня воняет говно за километр, ёпта. Чтоб вы понимали, за три километра по селу за мной бежала мама с моим одним кроссовком, который был весь в говне коровьем. А во всём виноват анзорчик Александр Парафин, который продал мне эти кроссовки. С этой ситуацией уже прошло три дня. Я возвращаюсь домой, кроссовки лежат, воняют. И мама сказала, что пока я их не постираю, спать могу на коврике около входа. Но стирать я их не собирался, поэтому я лёг рядом с Бобиком. Я, конечно, не пани, но Бобик меня сильно возбудил. И поэтому мне всё-таки пришлось помыть эти кроссовки, чтобы лечь на кровать. Я всё это время чешу свой сосок.